А вам кто-нибудь дарит кабачки? Ага, подарил кто-нибудь. Скажите, ну и приходится покупать. Да. Вот, может быть, в прошлом году дарили кабачки? Нет. Знаете, вот я сейчас купил кабачок, и мне кажется, что каждому человеку по счастью, каждому человеку по кабачку. И я дарю этот кабачок вам, потому что вы очень хороший человек. Держите, этот кабачок вам. Спасибо. Вот сюда, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Вере Ивановне обычно никто не дарит кабачки. Приходится идти на стихийные рынки и покупать их там, когда соседи и знакомые получают тыквенные в подарок просто так. Ситуация пенсионерки – исключение. В большинстве случаев владельцы огородов не знают, куда же девать тыквенные в конце августа. Дачники раздают кабачки всем подряд – родственникам, друзьям, коллегам. Явление это настолько массовое, что с грядок овощи перекочевали в интернет. Правда, в виде мемов, забавных картинок или видео. Люди шутят про дарение кабачков друг другу. Алло, кабачки нужны? Нет? Плохо. Так, 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 так. Привет, Катюш, как дела? Да не-не, они кабачки предлагают. Ты что, я это, хотела узнать просто, как у тебя дела, что ты там делаешь. Вы помните, что вы отчет должны были на прошлой неделе еще предоставить? Вы знаете, отчет еще не готов, но зато я вам с дачи кабачков привезла. Кабачковая страна, кабачковая страна. Кто мне расскажет, кто покажет, куда их всех девать, куда? Огромное количество кабачков в августе стало настоящей напастью. Кабачок может подстерегать где угодно – в гостях, во дворе и даже в подъезде. Чаще всего плод приносят родственники, у которых есть огород, после чего овощ с ним и мукором лежит в холодильнике, пока владелец неделями собирается с мыслями, чтобы его приготовить. А что чувствуете, когда дарят кабачки? Тепло, конечно, и заботу. А часто их готовите или в январе только? Ну да, когда уже шубу снимаем с кабачка, тогда и вот готовим мусоропровод. Только об этом мама не должна знать. Вам кто-нибудь дарил когда-нибудь в жизни кабачки? Дарили. А что чувствуете, когда дарят кабачки? Наверное, это очень приятно? Очень. И вообще не только кабачки. Когда подарки делают, это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь кому-нибудь дарили просто так кабачки, от чистого сердца, родственникам, знакомым? Не обязательно родственникам, знакомым. Людям, которые мне нравятся, я могу спокойно подарить все, что угодно. На стихийных рынках продавцы рассказали нам, что в этом году кабачки уродились. Но чтобы проверить эту информацию, мы отправились на дачу красноярцев и увидели, что здесь растут такие большие, сочные, спелые, наверное, очень вкусные кабачки. Огородники поделились секретами успеха и рассказали, что нужно делать, чтобы урожай точно получился хороший. Он любит как? Он любит тепло, он любит внимание, он любит много воды, он любит вкусную пищу, то есть это имеется в виду, значит, он любит перегной. Он любит, чтобы его грядочка была наполнена, значит, вот этой подстилкой из осенних листьев, то есть вот, чтобы у него такая его внизу грело. Вот, тогда он прямо будет радовать и много воды, чтобы было, вот, солнца много. Кто придерживался всех необходимых правил при выращивании тыквенных, скорее всего, имеет кабачков более чем достаточно. Несмотря на сибирский климат, эти овощи растут быстро, в особом уходе не нуждаются. Как правило, на одном корне вырастает сразу несколько штук. Если вам посчастливилось получить в подарок кабачок, но вы не знаете, что с ним сделать, опытные хозяйки рекомендуют приготовить оладьи, рагу или запеканку. Анатолий Качаев, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова